Хей-хоу! Всем привет! Я Наталья Неведрова, это Россия Урбанея, и мы, друзья, находимся в городе, в который стоит проезжать со своим стаканчиком. У меня стаканчик вот... В смысле, извините, это не тот стаканчик. У меня стаканчик вот такой, и называется он Беветница. Мы в Железноводске. Ры-а-а! Ho-чется сказать, но я, как обычно, скажу хей-хоу. Всем привет! Я Наталья Неведрова, это наш удивительнейший проект Россия Урбанея, в котором мы вместе с Эдом Мацибиридзе испытываем маленькие города, нашей необъятной Родины для того, чтобы ответить на один простой вопрос. В провинции классно или нет? в этот раз я отправилась в железноводск сегодня буду пить за ваше здоровье железноводск город курорт федерального значения население почти 25 тысяч человек основан в 1810 году тогда было обнаружено два минеральных источника через 15 лет здесь появился лечебный парк через 101 санатории сегодня железноводск это один огромный санаторий под открытым небом под открытым небом да видимо в начале октября его все-таки закрывают друзья я в железноводске здесь 24 санатория 25 достраивается ежегодно около 150 тысяч туристов приезжают сюда для того чтобы попробовать минеральную воду прямо из источника я хочу под одеялку детям не пойду никуда ты все уме ты видел там через пятьдесят метров ничего не видно какой снимать понаберут непрофессионал да с погодой нам очевидно повезло но это вызов сможет ли натали в этом лондонско железноводском тумане найти что-то интересное вот когда я говорила что мы ничего не снимем я имел ввиду это это туман хорошо хорошо пушкинская галерея видно а вон там горы где горы нет гор но есть пушкинская галерея идем кстати галерея и без картин выглядит впечатляюще как отдельный экспонат еще здесь можно не только скрыться от непогоды но и заняться творчеством лучше подарок какой ребята сделаны своими руками поэтому я для вас нарисую картина каждая частичка моих положительных переживаний легла в эти потрясающие мазки и донесется прямиком до вас продолжаем прогулку железноводск крайне компактный все самое самое сосредоточено практически в одном месте в курортном парке рядом с горой железная друзья моя любимая рубрика какое место нужно посетить если вы вдруг окажетесь в железноводске в сезон дворец эмира бухарского вот он тот самый дворец вот они те самые золотые львы и тот самый главный лев валентин дворец эмир бухарского когда слышишь такое название то кажется что эмир это имя а бухарский это фамилия друзья но это не так эмир это звание должность правитель а бухарский бухары то есть эмир правитель бухары а то что такое бухара погуглите здесь еще есть где-то удивительнейший памятник который можно потереть или покрутить на удачу в виде яйца и вот он я подумала если ты чего-то хочешь что много сил не нужно тратить на это вот я сейчас загадаю и просто думал увидели вот она сила мысли все достаточно друзья мы с вами в нашей прекрасной программе россии урбании видели много разных памятников кому только их не ставят но это единственный в мире в мире памятник клизме парам парам пам я предлагаю сделать фотографию а вы придумайте название в комментариях прямо сейчас я аккуратненько прикрою кирюша ты снимай город конечно благоустраивается и я если честно впервые вижу вот такие вот интерактивные будки которые помогают людям просто ориентироваться по местности и например там были какие-то мастер-классы как пройти курортному озеру афиши мероприятий маршруты кафе и рестораны ладно согласны в такую погоду мало что выглядит симпатично смотришь на этот туман а в голове мысли о теплом одеялки натали не сбегай только в номер мы отправляем тебя вместо потеплее и друзья сейчас я приехала в один из самых лучших санаториев этого города для того чтобы на себе опробовать какие-то процедуры и оздоровиться здравствуйте не на экскурсию нужно приходить сюда а на себе опробовать поэтому а теперь я готова к вам на чашечке кофе наслаждения друзья как же добраться до железноводска но можно отправиться до например на самолете правда придется лететь до минеральных вод оттуда 20 километров еще на такси на автобусе или в конце концов электричкой если вы любите путешествовать на поезде то мне спешу вас огорчить до железноводска на поезде вы не доберетесь но можно добраться до кисловодска а уже оттуда как мы любим на такси электрички автобусе и вот это вот все в крайнем случае но как бы совсем на любителя если в вашем арсенале 17 бесполезных часов то можете отправиться туда на своей машине выбирайте железноводска город санаторный его еще называют маленькая швейцария это самый горный курорт во всем регионе кавказских минеральных вод горно-лесной климат максимально приближен к условиям средних альп а потому совсем не обязательно быть в санатории просто находясь в железноводске вы уже встали на путь оздоровление вам может показаться что я просто прогуливаюсь в лесу такую погоду в железноводске но это не так потому что вот это теренкур специальная тропа которая используется в качестве одного из способов санаторного лечения я согласна но пить когда где минеральная вода железноводске кстати 24 источника 25 отстраивают и 150 тысяч туристов приезжают сюда для того чтобы попробовать минеральную воду я нашла и если вы хотели посмотреть на то как выглядит водопой для человека таки вот же он посмотрите это славяновский источник он открыт был в 1914 году и целый год люди бурили скважину и пока глубина ли скважины стала 120 метров ничего не происходило и только спустя год оттуда забил просто фонтан горячей воды и теперь люди со всего света буквально приезжает сюда для того чтобы эту минеральную воду попробовать и оздоровиться я тоже попробую запах пошел сразу блин она пахнет железом ну кстати это не первая минеральная вода которая я пробую и она действительно нормальная по вкусу да с привкусом железа но ее можно пить а вот такая вот бюветница специально придумана для того чтобы пить воду и не портить эмаль зубов то есть ты пьешь через вот такой вот носик и вода не касается твой зубов это уже другой источник называется смирновский благодаря доктору смирновскому еще в 19 веке он был открыт и и раньше выглядел как грязная лужа уж не знаю пилили из нее или нет но могу вам сказать что здесь антураж ненькая и фонтан с бюветницами музыка играет такой водопой мне больше по душе ой другая вода ой пахнет ну попробуй 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 есть множество разных заведений на любой вкус и суши и хинкали и чего хочешь можно найти в железнодоводске вот я решила отведать грузинской кухни взяла себе шашлык и дикий рис вообще средний чек по городу выходит в районе 600-700 рублей такая большая порция шашлыка сейчас я за чаёчком с собой срожу еще одна гордость железноводска каскадная лестница друзья смотрите как удивительно если подняться по этой бесконечной лестнице то вы потеряете минус сто семьдесят две калории поэтому я буду спускаться длина более 900 метров 600 ступеней кстати посчитайте напишите в комментариях сколько точно высота 110 метров в центральной части каскадной лестнице установлен бювет книга штос там выгравированы строки из произведений лермонтова гравировщики воспроизвели настоящий почерк раньше эта территория заканчивалась обычным тупиком и лесной части курортного парка теперь все здесь все благоустроили обустроили поставили фонтанчики открыли вот такой вот бювет книгу по произведениям лермонтова сделали красивые фонари и поставили удобные лавочки все для комфорта людей и теперь сейчас нам осталось немножечко совсем пройти около 350 метров и закончится все это видом на озеро курортное озеро железнодорское после преображения его набережной озеро стало чуть ли не самым популярным местом отдыха здесь стало приятно прогуливаться любуясь умиротворяющими видами озеро после благоустройства уже получила народное название тридцатка тридцатка мы в пятером это я к чему это я к тому что проживание в железноводске просто песня настоящая вокруг сплошные санатории от двух тысяч рублей за сутки отели тоже разного рода есть 1200 рублей за дешевенький номер но с вайфаем с кондиционером с парковкой без эдома цибиридзе приезжайте даже в самый сезон еще это что это же курорт значит койко место за пятихатку от бабульки вот такой вариант я знаю что за последние пять лет колоссальные изменения произошли в городе мы продлили каскадную лестницу получилось 860 метров сделали шесть памятников мы сделали 10 фонтанов мы сделали билет книгу мы открыли первую публично билет с минеральной водой за последние годы в россии мы отремонтируем центральную аллею мы получили муниципальную собственность пушкинскую галерею нашу визитную карточку путем сейчас секрет расскажу когда пьете нашу воду она щелочная вы выравниваете свой кислотно-щелочной баланс и вы начинаете гулять и разгоняете кровоток утром днем и вечером пьете воду в минеральный за 45 минут до еды желание возможности и воля к достижению результатов появляется вот прям вот на глазах класс почему людям нравится в железноводске потому что здесь как мне кажется все сделано для людей нужно прогулка состоялась переходим к рейтингу комфорт городской среды благоустройство железноводска в самом разгаре чего стоит каскадная лестница озеро тридцатка да и вообще в любом месте города приятно находиться даже несмотря на непогоду чисто множество пешеходных дорожек информационных табло все компактные в шаговой доступности единственное дороги не везде отремонтированы 9 баллов туристическая привлекательность тут сложно кому-то конкурировать с железноводском природные красоты есть с инфраструктурой полный порядок даже такую погоду можно мороженое купить санаторий на любой вкус единственное немного не хватает развлечений для молодежи чувствуется что курорт рассчитан на взрослую аудиторию тут тоже 9 баллов из 10 транспортная доступность прямых рейсов из столицы до города нет но из того же аэропорта минвод всего 20 минут на любом виде транспорта на поезде добираться чуть сложнее через кисловодск ставим 8 баллов из 10 и того 126 баллов набирает железноводск вот такой вот он оказался город железноводска я не знаю согласитесь ли с нашими оценками но мы их ставили от души а вы оставляйте комментарии от души и от сердца я наталья неведрова это россия урбане и мы путешествуем по городам нашей необъятной родины для того чтобы убедиться в том что у нас в россии классно пока у нас у нас у нас у нас